Китайская нефтяная корпорация Синопек, один из лидеров на международном рынке нефти и газа, и я купил их акции. Почему не у российских компаний, а вы уверены, что те компании российские? Ну да не об этом хотел сказать, покупал еще по 26 долларов, сегодня стоимость бумаг перевалила уже за 30. Жду пикового подъема, специалисты подсказывают не зря. Год назад акции Синопека продавались по 75, ну даже если будут чуть дешевле, я ничего не теряю. Углеводороды пока нужны человечеству. Тоже хотите попробовать? Переходите по ссылке внизу, регистрируйтесь, действуйте. Вот вы знаете то, что происходит в великой и могучей в последнее время, особенно в последние дни, мне очень напоминает ситуацию из одного старого анекдота, рассказываю. Лагерь, заключенные, время завтрака, объявление по громкоговорителю. Товарищи заключенные, завтрак привезут к правым воротам. Все бегут к правым воротам, прибегают, ждут. Оттуда же из громкоговорителя поступает новая директива. Товарищи заключенные, завтрак привезут к левым воротам. Люди в спешном порядке бегут к левым воротам, добегают, ждут. И опять объявление. Товарищи заключенные, завтрак привезут к главным воротам. ЗК опять почесали, уже запыхались, устали, тяжело дышат. И снова включается громкоговоритель. Из-за беготни по лагерю завтрак отменяется. А вот теперь спроецируйте данную шуточную историю на российскую действительность. И вот только в российской действительности все было бы гораздо печальнее, потому что заключенные, которых ради прикола оставили без завтрака, в нашем случае искренне уверовали бы в то, что трапезы их лишила администрация соседнего лагеря. А еще ребята, наверное, бы подумали, вот если наш начальник сменит главного вертухая, издевательства тут же прекратятся, ничего не напоминает. Начинаем! Впрочем, от чего удивляться, мы же народ, который ну никак не хочет вылезать из детских штанишек. Нам всегда 10 лет. Без обид, но мы действительно, как маленькие дети, всю дорогу надеемся на чудо. Вот сейчас вся страна замерла в ожидании, ой, нового премьера назначили. Надо понаблюдать за ним, посмотреть, что за человек, какой кабинет министров собирается сформировать, а вдруг зря хаивают мужика, может, наконец, хоть порядок наведет. Ага! Есть только во всем этом одно маленькое, но, друзья, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Какая разница, новый премьер или старый, тут важнее другое. Это человек из системы, а в системе нет случайных людей, да и быть не может. Простой пример. Представьте себе условный велосипед, и вы собираетесь купить к нему запчасти. Какие запчасти могли бы подойти? Правильно! Велосипедные колеса, велосипедный руль, велосипедная рама, велосипедное седло. Но лопату к этому велосипеду ты не прикрутишь, как ни старайся. Русский человек, впрочем, будет пытаться до последнего. Хорошо, давайте рассмотрим реальный пример из реальной жизни. В Москве суд арестовал генерала федеральной таможенной службы Александра Кизлыка. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Кизлык пробудет под страж до 22 февраля. Ему грозит до 10 лет колонии. Этот скандал с высокопоставленным генералом таможенной службы разгорелся перед самым Новым Годом. Генерала задержали по подозрению в коррупции. При обыске у него дома нашли полтора миллиона долларов наличными в разной валюте, а также золотые слитки. Дорогие часы. Квартира, кстати, тоже у ответственного работника оказалась не из дешевых, оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Кто-то правда верит, что этот мужик работал в одиночку. Слушайте, вот если мне сейчас на карточку упадет всего-навсего сумма более чем в 500 тысяч рублей, уже к вечеру мною заинтересуются компетентные органы. Вопросы начнут возникать и у банка. А тут человек ходил с такой кучей нало. Менял его на разную валюту. Слитки золотые приобретал, которые, как вы понимаете, в магазине пятерочка не продаются. Квартирку, элитные часики, и вот никто прям ни сном, ни духом. Незаметно все эти фокусы товарищ проделывал. Не надо смешить мои тапочки. Вполне себе очевидно, что в деле была целая группа людей. Взяли одного. Уверен, что он единственным обвиняемым на суде и будет. Вот это и есть система. А это реальная журналистика. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Еще из недавнего. Помните прокурора Москвы Дениса Попова, у жены которого и в БК Навального нашли недвижимость на полтора миллиона евро за границей? Гостиницу. Три дома в Черногории. Какую-то недвижимость в Испании у прокурора. С официальной зарплатой, я думаю, тысяч в сто, сто пятьдесят рублей. Откуда такое богатство? Задал справедливый вопрос Алексей Анатольевич. Плюс журналисты это подхватили. И даже Песков тогда что-то там мяукнул, мол, проверим декларацию. Правда, с оговоркой, если сочтем нужным, суперовая, кстати, оговорка, проверили, все хорошо. Могли бы при малейшем желании узнать его начальники или органы ФСБ, или другого контроля, если бы у них был бы хоть малейший интерес к тому, чтобы в органах прокуратуры было меньше коррупции. Каким образом можно чего-то ждать, если у нас прокурор Москвы, ну это фактически второй человек по иерархии прокуратуры. Есть генеральный прокурор, а прокурор Москвы. Там есть, конечно, заместители генерального прокурора, но в целом по раскладу, по понятиям, прокурор Москвы это человек номер два. Вообще масштабы воровства и наглости со стороны представителей власти уже поражают просто. По итогам прошлого года счетная палата России недосчиталась почти триллиона рублей, потому что их кто-то упер. Дела завели в отношении исчезновения всего лишь трех миллиардов. Да и сами ребятишки перестали стесняться, тащат уже в наглую. Хочу вам показать один коротенький социальный ролик, который катается в эфире одного из телеканалов Свердловской области, и потом объясню зачем. Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области идет полным ходом. В верхней туре отремонтирована набережная, за которую проголосовали жители. Рассказывай. Ну слетайте, Степан. Проверьте лично. Э, это что за делан? Хватит летать уже со своими проверками, а? Сделали набережную... Всего 53 секунды. Это кино длится. А вот теперь самое интересное. По информации инсайдерских источников, по смете, за производство данного ролика, бюджет Свердловской области заплатил 1 миллион 200 тысяч рублей. Миллион двести, Карл! Вот за это! В данный момент мы пытаемся добыть ту смету, и обязательно к этой истории вернемся. Как тебе такое, Илон Маск? Вот даже комментарии тут, по-моему, излишни. Ага, а нам зато подачки президент раздает, говорит, ребята, я для вас бесплатные школьные обеды ученикам начальных классов придумал, материнский капитал собираюсь продолжить выплачивать. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Ну да, 20 лет своей власти мы были ненужны, нас обворовывали все, кому не лень, на нас чихали, а сейчас мы вдруг понадобились. С чего бы это? Я вам объясню. Потому что рейтинги необходимо поднимать, потому что выборы надо как-то выигрывать через год, поэтому вот вам, и ни в чем себе не отказывайте, и народ растаял сразу. Нет, чтобы задуматься о том, что вообще-то подобное должно носить регулярный характер, а не только в пожарных для них случаях происходить. Хотя сказать хотел не об этом. Мне тут отдельные индивидуумы пишут, мол, а зачем нужны все эти материнские капиталы, выплаты пособий матерям и так далее? Почему я должен содержать чужих детей? Так ты и так их содержишь, только совсем чужих, которые являются детьми чиновников, генералов вот таких вот вороватых, и живут где-нибудь в Парижах, но для них тебе не жалко. Зато вот если соседскому Коле чуть полегче станет, ух, тебя жаба задушит тут же. Ну и подытожим. Так почему такое стало возможным? Да потому что нам самим пофиг, вот пример выше привел. Мы ничем не интересуемся, нам наплевать. Это политика, и я в нее не лезу. Люди стали абсолютными невежами. Мне вот тут мем прислали на днях актуальный, вот он, смешной, забавный, согласен. Что с этим мемом не так, спросите вы. Да просто разговор ведется о правительстве, а показывается Госдума. Если кто-то не в курсе, это две совершенно разные ветви власти. Одна исполнительная, другая законодательная. Ну на кой ляд заморачиваться такими сложными вещами, верно? Все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube, страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться, пока. Пока!